Керамика возрастом более тысячи лет, фрагменты женских украшений предположительно 13-го столетия и древние погребения, исследования которых будут продолжаться. В четверг, 5 октября, члены Рязанской археологической экспедиции подвели итоги раскопок на территории Свято-Троицкого мужского монастыря. Напомним, археологические исследования начались здесь около месяца назад в связи с началом реставрационных работ Свято-Троицкого храма. За это время археологами было исследовано всего 16 квадратных метров, однако такой небольшой участок подарил ученым огромное количество материала временным охватом более тысячи лет. Интересный предмет – это фрагмент терракутового изразца с неясным пока для нас изображением, оно сохранилось только фрагментарно, но по аналогиям, аналогичным изделиям, найденным в Центральной России, мы надеемся реконструировать его цельный облик. Также археологами были найдены фрагменты керамики 13-15 веков. Предположительно, именно в это время монастырь посещал Сергий Радонежский и встречался в его стенах с Олегом Рязанским. Помимо чисто практической информации о жизни наших предков, археологи рассчитывают получить и более ценные данные. Свято-Троицкий монастырь – один из древнейших монастырей на Рязанской земле, однако точной даты его основания неизвестна пока. Вполне возможно, что археологические исследования прольют свет и дадут ответ на вопрос, когда же впервые здесь был заложен храм. А помочь в этом исследователям могут порядка 15 захоронений древнего некрополя, которые были обнаружены у стен каменного Троицкого храма, построенного в XVII веке. Часть захоронений уходит под фундамент этого здания, и по их расположению, возможно, удастся воссоздать планировку деревянного храма, что может стать большим открытием. Ведь на сегодняшний день не сохранилось ни чертежей, ни других документов, по которым можно было бы судить о его размерах и внешнем виде. Но и это еще не все. Самые поздние из найденных погребений датируются XIX-XX веками, а вот возраст самого раннего, представляющего из себя всего две берцовые кости, предстоит определить. Датировка этого захоронения позволит нам определить время возникновения здесь церкви. Как известно, существовала практика возникновения монастырей на тех местах, где уже стояли приходские храмы. То есть мы можем надежно сказать о том, что установленное при помощи специальной экспертизы время сооружения этого захоронения, совершения этого погребения. Здесь существовал храм. То есть местность уже имела сакральное значение. Эта территория уже была некрополем. И вопрос, когда здесь сооружается некрополь, вот именно этот вопрос нам интересен. Ответ на этот вопрос косвенно сможет поведать нам о времени зарождения здесь монастыря, что безусловно станет, если не сенсацией, то значимым открытием для истории Рязанского края. В любом случае исследование продолжится, ведь пока обработаны только два участка из четырех. Так что весной начнется второй сезон раскопок, который наверняка принесет немало открытий.